Друзья, всем привет! С вами Апнея Горький и сегодня у нас на обзоре буй от бренда Апнея Гир. Это наш магазин подводного снаряжения и такой же бренд, под которым мы делаем некоторые элементы снаряжения. И один из наших продуктов это буй Апнея Гир. Это уже вторая версия буя, которую мы делаем. В этом году сделали несколько изменений для того, чтобы буй получился еще более классным, более удобным. И сейчас я вам расскажу про особенности нашего буя и про то, что мы поменяли в нем в этом году. Итак, поехали! Буй Апнея Гир 2.0, как я его называю. В целом это достаточно классический буй для фридайвинга. Этот буй бескамерный, надувается он как примерно лодка, да, там ПВХ, ну и сам он сделан из ПВХ. Хороший, качественный на самом деле материал, вот именно данный конкретный ПВХ. Он используется для производства различных плотов, в том числе для подводной охоты, вот, и хорошо себя показывает. В этом году мы решили делать буй оранжевого цвета, в прошлом году делали желтый. Нам показалось, что можно цвета менять и в этом году сделали партию оранжевых буев. По-моему, выглядит стильно и прикольно. Давайте про какие-то ключевые особенности, которые у нас на сегодня есть. Во-первых, на наших буях, такого мы на других российских буях не видели, на дне установлены декольца, для того, чтобы более надежно можно было крепиться к рифовой веревке, чтобы буй не крутился. Как правило, за рифовую веревку крепится только центральным декольцом, но мы подумали о том, что можно сделать еще боковые декольца, для того, чтобы было дополнительное крепление через карабин. И уже буй стоит ровно на натянутой рифовой веревке, не крутится, что, в общем-то, удобно. В этом году мы сделали больше отверстий в нижней части буя, для того, чтобы вода из буя стекала полностью при вытаскивании. И можно было даже оставлять его прямо с веревкой внутри, и вода полностью стекала, и буй, и веревка полностью высыхали. Также в прошлом году мы делали центральное декольцо на хлястике из ПВХ. Но, как мне показалось, его можно крепить и сразу к бую, и это будет и более надежно, и более удобно вытаскивать веревку через стоппер, потому что на декольцо мы крепим, как правило, через карабин, только, да, уже подъемный блок. И получается, эта конструкция достаточно продолжительная. И вот в этом хлястике, ну, который предполагался для того, чтобы удобно в него ногу упирать, для подъема веревки, получается, это место и не нужно. Вот, поэтому мы его убрали. Упираться ногой уже теперь можно будет прямо в Д-кольцо и плюс в карабин. И сразу после ноги уже получится будет именно стоппер, и вытаскивать веревку будет еще проще. Вот. Вот. Также в прошлом году мы делали дно нашего буя двойным, для того, чтобы дно было более, ну, таким, более жестким. Мы делали для того, чтобы при реанефимом не было никакой пружинности. Но, на самом деле, получилось, может быть, не очень хорошо, потому что дно реально было очень жестким, и буй сворачивался трудно. Вот. В этом году мы решили отказаться от этого, сделали дно однослойным, но при этом дополнительно его усилили, вот, крест-накрест, дополнительными слоями ПВХ, плюс центральная часть, еще один слой ПВХ. В общем, в любом случае, конструкция получилась очень жесткая. Да, ну, как бы она немного пружинит, но это буквально несколько сантиметров. То есть, если здесь будет висеть донный груз, примерно, там, 10 килограмм, как это для FIMA рекомендуется, то, я думаю, что пружинности никакой не будет. Как и на нашем предыдущем буе, у нас четыре ручки, очень хваткие, очень удобные, которые расположены немного по диагонали. То есть, не просто в центральной части, а чуть-чуть сверху, опять же, для того, чтобы было удобно, да, как бы за них браться. Потому что, как правило, когда мы держимся за ручку, то часть буя уходит под воду, и если они посередине, то они просто начинают тонуть. Наши ручки держатся на поверхности и не тонут, даже если мы на них хорошо упираемся. Также в этом году мы решили делать буй одного размера и уменьшили этот размер. Уменьшили по разным причинам. Во-первых, слишком большой буй, наверное, мало кому нужен. В этот размер у нас убирается веревки 100 метров, причем без горки. Как мне кажется, для ныряния на буе, такой длины троса более чем достаточно. Тот, кто, наверное, будет нырять больше, чем на 100 метров, там уже нужна система контр-балласта, а не просто ныряние на буке. Плюс уменьшение размера позволило нам сделать буй легче, что тоже немаловажно для путешествий. Сейчас наш буй весит меньше 1 килограмма, примерно 950 грамм. И также уменьшение размера сейчас нам позволяет более удобно переносить буй. Да, конечно, в классическом варианте буй носится двумя людьми. Один идет с одной стороны, другой с другой. Но не всегда это получается. Поэтому, например, я вот когда ныряю, обычно я ношу буи, и мне нравится носить буй просто подмышкой. И вот теперь в таком размере все это легко делается. Я просто беру буй подмышку, в другую руку беру донный груз и выхожу из воды, иду туда, куда мне надо, никого не жду. И это комфортно и удобно. И это в любом случае удобнее, чем просто нести буй вот так перед собой, потому что буй тяжелый, нагрузка на поясницу. А здесь просто он держится подмышкой сам практически без усилий. Вот это удобно. У нас на буе также есть 4D-кольца, которые можно использовать для, там, не знаю, для хранения какого-то снаряжения через карабины. И это, мне кажется, тоже удобно. Теперь давайте расскажу про крышку нашего буя. Мы ее тоже обновили. Теперь у нас две молнии, которые открываются в разные стороны. Это удобно, не надо, да, там, куда-то тянуться, в зависимости от того, где ты находишься, можешь открыть с одной стороны и с другой, но этот отсек, он соединяется. Причем вот здесь под молнией мы тоже сделали D-кольца для того, чтобы можно было что-то пристегнуть на карабин, и это не выпало. Например, там, какую-то камеру, да, не просто кинул в карман, а пристегнул на карабинчик, и она уже никуда не денется. Здесь, кстати, у нас надувалка, через которую можно буе надувать, она идет в комплекте с буем. Вот. Что у нас внутри? Внутри у нас, в общем-то, пустой бублик, и тоже еще одно D-кольцо для того, чтобы здесь закрепить конец нашего троса. Вот. У меня у самого, честно говоря, был опыт, когда я отпустил трос с донным грузом, вот, не проверил, что он здесь прикреплен, вот. Ну, и просто веревка у меня вместе с донным грузом улетела, и нырялка, в общем, на этом закончилась. Поэтому опыт, сын, ошибок трудных. Нужно обязательно наш трос крепить где-то, и удобно, когда это предусмотрено в буе. Вот. Ну, как видите, достаточно здесь много места, веревки убирается реально много. Также в крышке буя также сделано специальное отверстие для того, чтобы вода тоже сама спокойно оттуда выходила, и все просыхало-высыхало. По большому счету, все, что хотелось сказать про наш буй. Мне кажется, буй получился хорошим, реально легким. Кстати, давайте взвесим его, чтобы вы сами убедились в его легком весе. Берем весы, 0 килограмм. Ну, вот, видите, показывает. Меньше чем 900 грамм. 800, там, 8 грамм. Меньше 900 грамм весит буй, и мне кажется, это прям хороший результат. Часто спрашивают, как надувать буй. Не знаю. По сути, очень просто. Никаких дополнительных насосов обычно для этого не требуется. Я надуваю просто ртом, легкими. И сейчас покажу, как это делается. Здесь есть специальный стоппер, который не позволяет воздуху выходить. Но если мы на него нажмем, то воздух начнет из буя выходить. Ну и, как правило, для того, чтобы надуть буй, я использую такой вариант. Сначала я через эту трубочку его просто надуваю до плотного состояния, но не надувая его полностью, потому что через трубку это делать тяжело. Мышцы губ просто не справляются с таким давлением. Сейчас покажу. Ну и просто вынимаю эту трубку. Понятно, что буй при этом остается немножко мягким. И дальше идет такой лайфхак. То есть, если мы просто будем туть вот сюда, без трубки, то, опять же, нам придется создавать слишком большое давление легкими. Но это реально физически тяжело. Иногда даже потом легкие болят. Грудная клетка болит и желудокие, да, там вот мышцы щек тоже болят. Додумались. До следующего. Зубами мы упираемся вот в эту пипку для того, чтобы воздух начал свободно проходить. Вот. И делаем поддув. И так несколько раз. И вот за эти несколько раз буй уже накачивается сюда очень плотно в стае. Давайте попробуем. Вот. Не сложно. И буй уже стал жестким. Вот. Ну, если у кого-то есть под рукой насос какой-нибудь лодочный, то, наверное, это может сделать и насосом. Но, как правило, у фридайверов такой роскоши не бывает. Вот, друзья, такой у нас получился буй. Сами мы тоже ныряем на таком. Недавно были соревнования по фридаймингу на Байкале, где мы принимали в том числе участие и как спортсмены, и как организаторы, страхующие от нижегородской команды были. Вот. И в том числе один из размешанных буйок был наш, Апнеагин, который себя просто показал прекрасно в очень сложных условиях. Буни там замерзали, покрывались льдом, были просто как ледышка. Вот. Но буй работал, не сдувался. Вот. И спортсмены на нем разминались. Говорят, что было удобно. Поэтому, если нужен хороший буй, приобретайте буйок на Агир и ныряйте с удовольствием. Спасибо, что вы досмотрели до конца. И до встречи в новых видео.